но мы знаем что с этим не все не кончилось уже через полгода появляется народный фронт эстонии поддержка перестройка конечно поддержка перестройки но народный фронт появляется а через год уже как бы эстония объявляет как бы своей суреной составе советского союза помним этот огромный скандал который организовал мигал дириз габачев президиуме вероносовета ссср в эстонии выпускали мемуары бывшего первого заместителя начальника кгб эстонии владимира поля сибирские эстонец которые уже взрослым приехал эстонии работал здесь на железных дорогах народном контроле и потом появился в кгб он долгое время работал и центральным аппаратом кгб москве конечно если вы видите рынок книг то вы не очень видите как бы подробных отчетах своей жизни в кгб россии это почти невозможно это все офицеры должны получить разрешение от органов на такие публикации потому что они задержат военную или там другую какую-то тайну и все очень регламентированно то возникает вопрос как с этими кгбистами которые живут не в россии но надо сказать что они получают российскую пенсию не забудь поэтому конечно же понятно что ни один этих бывших кгбшников и не может публиковать свои книги без разрешения москвы и тем более удивительно что вот владимир пол поль неожиданно опубликовал огромную книгу вас мемуаров о своей деятельности в кгб понятно что он прекратил свою деятельность это там 30 лет назад но меньше конечно еще чем 30 лет назад а что это значит люди в общем-то с кем он работал до сих пор живы да может быть они уже не пенсионного возраста люди но они еще живы и конечно книга владимира поля может там что-то раскрыть и и нанести вред каким-то интересам но конечно все таки главное здесь то что чем содержание копы книги понятно что люди не очень как бы знакомы как работают спецслужбы советского союза или мы можем даже говорить что как работают спецслужбы российской федерации потому что конечно они преемники этой советских спецслужб надо сказать что владимир пол конечно раскрыл довольно большой разрез всяких там событий но скажем только одно событие я приведу что вы поняли но здесь здесь как бы хотя бы какая-то новизна или какой-то новость но скажем владимир поль раскрыл визит секретарации как кпсс медведева в эстонию 1987 году об этом никто не знал до сих пор не было никакой информации этого визита в эстонию со стороны одним из ближайших сотрудников микайла горбач pul что конечно же уже 1887 году после полном годом размышление и работа на тем как начинать перестройку уже Когда господин Яковлев поднимался уже до секретаря ЦК, понятно, что он развернул ЦК настоящую борьбу за то, чтобы от такой концертивной стабильной ситуации, которая была создана вторым секретарем ЦК Лигачевым, перейти уже к каким-то серьезным переменам. И вот Владимир Пол нам неожиданно дает знать, что секретарь ЦК КПСС Медведев приехал с секретным визитом в Эстонию в 87-м году. Мы даже узнаем о его описании, что он говорил людьми, какие темы обсуждались. Ну, скажем, встреча с ректором Тартусского университета Арнольдом Копом, который был известным таким человеком, он был в эстонской стрелковом корпусе во время Великой Отечественной войны, а потом был студентом Таллинского педагогического института и стал ректором этого института, когда он был студентом этого института. Даже вот так. Но потом он стал ректором Тартусского университета. Ну, понятно, что это все партийное такое назначение, но не имеет значения. Вот читал нужным секретарь ЦК КПСС Медведев встречаться с Арнольдом Копом. И у него был единственный вопрос, чего-то эстонцы так ненавидят русских. И, казалось бы, Арнольд Коп был коммунистом и ветераном Великой Отечественной войны, но он сразу и выдал Вадиму Медведеву все, что есть. И оккупация, и попытка тащить в Эстонию невероятное количество населения из России, уничтожение эстонской культуры и языка и так далее и тому подобное. Конечно, КГБшники, которые были на встрече, просто ах были. Но, видите, конечно, Владимир Поль не поставил бы этот эпизод в свою книгу, если он не читал, что это как бы очень важно. Он даже позвонил разным людям, попытаясь выяснить, знают ли они что-то об этом в визите секретаря ЦК КПСС Медведева, будущего члена Болидуро. Оказалось, никто ничего не знал, ни первый секретарь ЦК Вейлес, никто не знал, что Медведев в Эстонии. Но надо сказать, что визит Медведева, конечно, имел большое значение. Уехал Медведев, и стали появиться самые разные идеи в партийных газетах. Ну, скажем, партийная газета «Эдази», это Тартуская, конечно, партийная газета, просто публиковал предложение четырех человек. Так это и назвались. По-эстонски «Нелямегеттепанек». Четыре человека предлагали вот программу «Имя», «Хозрасчетный Эстоний». Но если вы чуть-чуть подумаете, ну, как это они могли делать, там, они должны были, как бы, этот, но, четыре мужчины могут придумать что угодно. Ну, понятно, что публиковаться партийная газета, это значит иметь какое-то разрешение, там, от властей. Это ЦК по компартии Эстонии, или, как бы, местного райкома или каркома. Как они могли делать такое, как бы, антигосударственное предложение, там, «Хозрасчетный Эстония», что, как бы, имелось в виду, что, как бы, Эстония будет чем-то там отличаться от других, там, республик Советского Союза. Ну, понятно, что, на самом деле, этой идеей дали добро и партийные органы, а понятно, что все это было связано с этим, вот, Медведевым. Ну, и, конечно, Александром Яковлевым. Но мы знаем, что с этим все не кончилось, уже через полгода появляется Народный фронт Эстонии, поддержка перестройки, конечно, поддержка перестройки, но Народный фронт появляется. А через год уже, как бы, Эстония объявляет, как бы, своей сурьейной составе Советского Союза. Помним этот огромный скандал, который организовал Михаил Сергеевич Горбачев в президиуме Верховного Совета СССР. Ну, и в 90-м году Народный фронт получает пост премьер-министра. И, вот, впервые, как бы, с 17-го года в Советском Союзе Эстонский СССР не коммунистическое правительство. Но это тоже неправда, на самом деле, потому что члены Народного фронта тоже были членами Коммунистической партии. Но другое дело, что организация, которая там, так бы, создала это правительство, это не была Коммунистическая партия Эстонии, а это был Народный фронт. Ну, в общем-то, такая, как два события. Одна, другая, третья, четвертая. Но, кажется, да, что визит секретаря ЦК КПСС Медведева был удачным. Но, прежде всего, конечно, выиграли мы, эстонцы. Мы-то выиграли много, это понятно. Может быть, Пол вспоминает этот эпизод, как бы, хотел на это указать. Дело в том, что Владимир Пол просто участвовал в встрече с господином Копа, с Медведевым. Но, конечно, таких интересных эпизодов старый ГГБшник нам насыпал, как бы, много. Книга такая толстая, толстая книга, конечно. Конечно, в стиле ГГБ, где в мелком проходит по многим людям, дают по голове. Явно тоже, как бы, это заказ, конечно, там видно, что вот читали нужным. Кого-то там очередной раз приласкать, конечно. Но, суть важна. Я хотел просто сказать, что все-таки это редкое событие. Вот у вас есть книга, где человек докладывает о своем жизненном пути, который происходило в рядах ГГБ. Редкая вещь. Вот нету таких вот книг, скажем, сослуживцев Путина или еще кого-то там. Отсутствует. Они не описывают свою жизнь в КГБ. Но, вот, Владимир Поль, старости лет, конечно, немолодой он уже человек, все-таки, 82-й уже год идет, как бы, дошел до этой книги. Я читаю, что это важное событие, даже несмотря на все эти изъяны, которые там есть. Там все же и достаточно много интересной информации. И для российской публики, надеюсь, что, конечно же, книга и российском, на русском языке, конечно, и выйдет. И вы сами можете в этом убедиться. Вы смотрите АРУ-ТВ Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы, если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, так вот, если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал. Но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Беларуси, например, НЕХТА и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы. И решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, и прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы оттовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Дед Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Редактор субтитров А.Семкин